Мы продолжаем совместный с Росфондом благотворительный проект помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. И сегодня расскажем о Феде. В Булатове, совсем еще маленькому жителю города Семенов, поставлен диагноз акушерский паралич слева. Что он означает и как малышу можно помочь? В материале Светланы Вахраневой. Глядя на этого улыбающегося малыша, сразу и не скажешь, что у него есть какой-то недуг. Лишь приглядевшись, увидишь неподвижно лежащую левую ручку. Роды, рассказывает мама, были непростыми. Медики констатировали у младенца перелом ключицы, но впоследствии диагноз изменили на акушерский паралич слева. И сегодня этот диагноз все больше дает о себе знать. Он мог бы уже начать переворачиваться, но, к сожалению, сделать этого не может. Потому что левая ручка ему и помочь не помогает, и даже, можно сказать, мешает. То есть в развитии физическом именно, я полагаю, будет отставать. Он позднее сядет, если не будет работать рука. Он позднее пойдет. Помочь Нижегородской семье берутся врачи Ярославской клиники. Лечение предстоит долгое и поэтапное. Целью лечения является восстановление объема активных и пассивных движений левой руки в как можно большем объеме. Ведь даже сейчас, несмотря на младенческий возраст, мальчик уже испытывает неудобства. Вовремя начатое лечение позволит избежать всех этих проблем. Лечение стоит почти миллион, потому что целый комплекс операций, три операции нам будут делать. Поэтому мы просим всех неравнодушных телезрителей нам помочь, оказать нам помощь, потому что сумма для нас очень большая. Большая часть суммы уже собрана. Осталось немного, всего 73 тысячи рублей. Каждый зритель вестей при Волжье может помочь. Стоит лишь на номер 5542 отправить слово «Дети». Стоимость одного спасительного смс 75 рублей. А на сайте Русфонда можно узнать и о других способах помощи. Мы очень хотим, чтобы наш малыш, долгожданный малыш, побыстрее выздоровел. Я хочу, чтобы мой братик поправился, и чтобы мы с ним бегали, играли. Светлана Вахранева, Сергей Тараканов, Марина Иконникова. Вести при Волжье.